тут открыто два кресла журнальный столик ну и конечно вот это и по-нормальному здесь чего-то не хватает 4 5 6 7 8 9 10 здесь огромнейшими замками от этого уровня комфорта не получил я не могу выйти отсюда это вот я буквально на себе испытываю слушайте ну здесь красиво красиво шашлык пожарить сейчас газона нет мне кажется это небезопасно но есть один смешной момент как-то подороже его положить что у них такая специфика они предлагают метро в шаговой доступности нигде ничего не отваливается домашний бомж но лично на мое восприятие не знаем практически наверно парадная просто складирует свой картон за это действительно нет в проект почему они себе позволяет эта красота каждый день друзья добрый день я андрей артемов мы с вами в невском районе в жилом комплексе стрижи 2 меня сюда позвали жильцы чтобы провести экскурсию и рассказать и показать все плюсы и минусы своего своей квартиры и своего выбранного комплекса а вы обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал погнали друзья всем добрый день я андрей артемов и мы с вами в жилом комплексе стрижи сейчас пройдем посмотрим весь комплекс целиком и послушаем о чем говорят жильцы и так первое мы с вами вот при входе в одном из там подъездов до в этот жилой комплекс смотришь на фасад все красиво на первый взгляд ничего такого отвергающего нет нет прилично нравится большие окна кирпич даже панели винт фасада смотрится классно первое вот здесь мы видим вот такую хаотичную парковку сразу вопрос как заезжает сюда автомобили либо по вот здесь где пешеходный переход потому что здесь только можно заехать либо возможно вот там со двора но здесь припаркованы машины тоже непонятно как это происходит здесь из газона мы конечно виде понятия застройщик сдал это было скорее все ровное вот виде машины разворачивали скорее всего припаркованы или подъезжали больше грузы, и, соответственно, развратили весь газон. Также мне непонятно, если здесь паркуются машины, почему нельзя было сделать проход вот здесь из асфальта, плитки, чего угодно, такие тропинки, чтобы люди могли заходить. Дальше мы видим вот такую красоту, да, у вас? Это красота каждый день. Постоянно, да? Фактически постоянно уже. Ну, это, получается, вопрос к управляющей компании. Почему они себе позволяют, скажем, главный фасад здания, комплекса, вот вытаскивать весь этот картон, строительный мусор и баки? Вот здесь же у нас, да, вот она, мусоросборочная камера. Да, вопрос еще не только к управляющей компании, но, возможно, к самому проекту, потому что в данном корпусе 24 этажа, 276 квартир, однако в мусоросборной камере место под один мусорный бак. Это существенно меньше всех возможных нормативов, и, соответственно, сейчас только идет активное заселение, но генерация мусора фактически сильно больше, чем... Я полагаю, под вечер бак переполнен с горкой. Под вечер не только бак переполнен, переполнено все пространство вокруг, и мусор лежит здесь на тротуаре. Для меня, например, вот то, что делают застройщики, проектируют мусоросборочные, скажем, вот эти комнаты в самом здании, это не очень есть хорошо. Я считаю, что это должно быть обычно вынесено, обычно быть мусоросборочное, где-то во дворе стоять, там на окраине этого комплекса, ну, как обычно мы привыкли. Куда мы просто будем выносить мусор, где там 10-20 бачков, а когда один, конечно, понятно. Второй еще момент, это ты туда заходишь по магнитному ключу, уже, да, здесь, туда зашел, соответственно, техперсонал, управляющий компанией, ему нужно вытащить этот бак. Вот мы видим, это то ли сменный бак, то ли заполненный, непонятно, вот синий, да, стоит. Соответственно, нужно что сделать? Ему нужно куда-то это выкатить. А куда здесь можно выкатить? А выкатывают по другую часть дома. То есть вот на ту сторону, да, выкатывают? Да, на ту сторону, практически за дом. И получается, что... И они стоят длительное время, по несколько часов. И ждут машину, да, потому что они примерно понимают, когда она должна приехать, не хотят опоздать. Пока выкатили, здесь баков нет вообще. И мусор жильцы складывают. А потом приходит техперсонал, соответственно, либо закидывают, либо не закидывают это все. Мы обращались, ну, и мы, и многие другие жильцы обращались уже и в управляющую компанию, вопросы задавали о том, почему нельзя сделать большой пункт пухто в пешей доступности, потому что ближайшие примерно в 400 или 500 метрах, в нескольких домах отсюда. Или о том, можно ли сделать какой-то дополнительный пункт сбора мусора за домом, за парковкой и так далее. Но ответ нет, сетлом не спроектировано. В проекте нет, это не предусмотрено. Это действительно нет в проекте. Мы, как покупатели, конечно, нам в голову не пришло проверять такие моменты при покупке жилья. И, соответственно, сейчас управляющие тоже в каких-то стесненных, видимо, обстоятельствах, они не понимают, что с этим делать. Потому что здесь места оборудовать нет, вокруг дома нигде места оборудовать нет. Проезда для мусоросборочной техники, как видите, здесь тоже нет. Тоже нет, да. Фактически, соответственно, да, мы вынуждены жить здесь в мусоре. Получается, что они здесь просто складируют свой картон, за который они получат деньги, правильно? И люди сюда кидают мусор, потому что кидать больше некуда. И к вечеру это все копится еще в большем периоде. Сама комната приличная, запаха здесь плохого пока нет. Есть вентиляция, белая плитка красивая. Я не удивлюсь, что такая же, наверное, в ванных комнатах, да? Почти. Почти такая же, похожая. Судя по всему. Трубы тут с тем, а датчики пожаротушения с колпачками, ну все как обычно. Вот такая камера. Ну и... А, все, замок работает, но, конечно, ручка уже такая. И здесь мы видим, все в ржавчине проржавело под накладкой. Соответственно, вот он единственный бак. Еще откроем. Да, он обычно один. А, ну он практически пустой. Потому что понятно... Его, видимо, прикатили как раз после выгрузки. Его, видимо, прикатили как раз после выгрузки. И сейчас, видимо, управляющая компания либо сегодня, либо завтра пригонит своих сотрудников. Они вот это все это разгребут, как смогут. Бак наполнят, поставят внутрь. Бак уже наполнен. Выйдут жильцы, положат картон рядом. Хватает на полтора часа. Мы засекали. Надо понимать, что наличие мусора вот такого неубранного провоцирует отдельных наших коллег-соседей. Скорее всего, просто... Сюда же, да, просто выбрасывать и пошел. Пойдемся в подъезд. Входная группа смотрится красиво. Здесь современная система допуска с такой большой камерой. Круто очень. Здесь и брусчаточка. Внизу мы видим резинку, об которую вытирать ноги. Мы видим большой тамбур. Здесь удобно практически с коляской заезжать. Классные почтовые ящики. Мне нравится. Что они металлические, что они с перфорацией. Современная система допуска. Рукой нажал и прошел. То есть никаких тебе кнопочек. Широкая дверь. То есть здесь можно-то и рояль заехать. Дальше, вот, не знаю, практически, наверное, парадная. Есть и колясочная большая плитка. Наверху ламельки красиво смотрятся. Значок жилого комплекса стрижи. Два кресла. Кто-то оставил строительный мусор. Ну, из жильцов, понятно, свет такой. Высокие потолки. Здесь, наверное, метр четыре с половиной, мне кажется. И вот если сюда пойти, обратите внимание, что вот как она выглядит, безбарьерная среда. Просто можно катить колясочку, к примеру, вниз. И это у нас, соответственно, выход в паркинг подземный. Практически, да, получается. Но там, соответственно, можно по карте только проходить. Да. Доступ есть у вас? Нет, пассажирный. Первый этаж, нужна сотая квартира, и ты понимаешь, она где находится. Запах здесь еще такой. Кто-то разднует пиво. А, вот я думал, что тут пиво не пахнет. Кто-то празднует. Есть первый этаж. Вот, например, у меня есть вопрос к табличкам от Сетла, потому что у них в разных проектах, что будет комфорт-класс, что бизнес-класс, везде вот эти таблички. Вот с такой красной окантовкой. То есть понятно все, как это сделано одинаково стилизованно, но по мне нужно все-таки классы как-то немножко различать. И лично на мое восприятие это смотрится как-то дешево. То есть хотелось бы, может быть, цвета другие, может быть, форму другую, либо просто вообще вот эту красную штуку, ободок убрать и ставить цифру к 1. Что, вызываем лифт и едем на самый верх. Выходим с вами, друзья, из лифта. Сразу видим указатель 24 этажа. Видим указатель, что квартиры вот с 265 по 270 вот здесь, с 271 по 276 здесь. Все здорово. Сразу что бросается в глаза, это вот такие замки. Я, честно, не понимаю, для чего это все ставить. Такое ощущение, что это оборудование, что ли кто-то вскрывает, ломает. Но внешний вид, вот сами оцените это в комментарии, как вам. Окантовка лифтов смотрится красиво. Она металлическая, серебристого цвета. И вот с такой гравировкой смотрится реально круто. Единственное, что нет указателя, на каком этаже находится лифт, что вот где два груза пассажирских, вернее, два пассажирских, и где два груза пассажирских. То есть этого ничего нет. Дальше есть вот такой значок. Сюда, соответственно, можно заезжать на инвалидной коляске. Но почему-то, если вдруг что-то нужно будет инвалиду, то здесь нет никакой кнопки, чтобы он ее нажал, и кто-то ему помог. Ну, возможно, это есть в лифте, обычно всегда есть кнопка. Но, конечно, я не понимаю, почему так сделано. И самое, конечно, печальное, что здесь начинаешь видеть, это вот здесь видно, что было промокание. Причем непонятно. То есть вот здесь лифтовая шахта, здесь, соответственно, коридор. Если мы выходим с вами в коридор, видим большой широкий коридор, ну, такой обычный. То есть не сказать, что он какой-то суперский. Здесь мы видим вот тоже вот здесь, что протекало что-то. Вот там тоже следы. И вот здесь, получается, за этой дверью находится коллекторная, где счетчики на тепло. Здесь, к сожалению, закрыто. Я полагаю, что что-то было там не так, поэтому протекло. Но вот пока воды не видно. Видно, что это было, возможно, даже разово, потому что, если это много раз, то такие они больше наплывы вот такого коричневого цвета. Здесь наподобие вот карту мира сделали. Прикольно, кстати, смотрится, отделка. Такое ощущение, что обои под окраску. Вот здесь было когда-то опечатано. Сейчас все открыто. О-о-о! Да ничего себе, сколько здесь места. То есть здесь реально жить можно. Смотрите, сколько здесь места. Не понимаю, честно говоря, почему столько места пропадает. Но видно, застройщику виднее. Смотрите, ну, тут реально комнатка. Может быть, в вашем доме домашний бомж. Вот если он сюда пролезет, личный бомж. Ну и вот так, смотрите, все подключено. То есть, не дай бог ЧП, вы открываете вот этот кран и начинаете тушить пожар. Вот так это должно быть везде, а не как, когда, соответственно, происходит по-другому. А, вот этот люк для ревизии, понятно. Ну, в принципе, здесь все неплохо. Причем, получается, можно пройти по кругу. Вот, блин, штукатурка реально, знаете, я в первом начале вообще даже подумал, что это обои. Реально очень круто сделали. Коридор смотрится классно. Белый, светлый. Если бы, например, плитку бы поставили чуть дороже, то вообще бы смотрелся бы огонь. То есть мне нравится. Вот здесь реально сеттл круто постарался. Ну, не считая следов протечек. Обратите внимание, что есть ограничители, вернее, дверей. Двери большие, широкие. Все нумерации сделаны в стилистике всего комплекса. То есть такое единообразие. Молодцы, красивенько. Здесь мы видим забрало, как я это называю. Закреплено все хорошо. Нигде ничего не отваливается. Ну, тут немножко штукатурочка, но это мелочи. Окантовка коричневая красиво смотрится. Странно почему-то снят доводчик. И я, кстати, иногда не понимаю у них в проектах, почему клапан открыт, почему они не ставят сюда никакое забрало, потому что клапан смотрится так себе. Согласны? Ну, такая техника открытая. Да, да. Соответственно, было бы, забрало бы, вот как здесь, да? Совсем был бы другой вид. Да, было бы все тиши. Так, давайте выйдем на переходной балкон. Переходной балкон. Здесь у нас большой тамбур. Высота 24 этаж, друзья. Блин, ну тут, конечно, видовые характеристики. Вначале трясем. Потом, господи, страх-то какой. Слушайте, ну здесь, конечно, весь город как на ладони. Блин, вообще, конечно, круто. Да. Если покупать, мне кажется, здесь надо всегда обязательно последние этажи брать. У них на последних этажах еще увеличенная... Высота потолка? Три метра. Ну, слушайте, это три метра, это круто. И увеличенные оконные проемы. Отсюда, кстати, видно сразу кровля. Видно, что на кровле везде чисто. Нигде ничего не отваливается. Есть специально вот такие плитки, по которым нужно ходить, чтобы ничего не продавить. Все достаточно аккуратненько сделано. Даже вот видна уклонка, вон, лед тает, и вот как раз в ливневку все уходит. Вот эти балконы мне нравятся, что очень так интересно решение сделано, необычное. Вот, которые как будто на тень, там дом один, там, другую... Кажется, это называется зимний сад у них в проекте. Не, ну, прикольно сделали, молодцы. Ну, вот такого еще ни у кого пока не было. Да, вид, конечно, отсюда, ну, просто вот реально завораживаться. Хочется смотреть, смотреть, смотришь, что он. Все вот наши новостройки. Трубы, трубы, трубы. Ну, трубы, как без этого? Органистический пейзаж. Ну, Нева здесь тоже. Старый фонд красиво смотрится. Советская вся вот эта застройка. Вон там институт, вон, виден этот. Ой, не институт, там, не как, не помните, как он называется? Гоя. Гоя. Ну, вот, да. Ну, вообще, на самом деле, я вот сколько помню, Ломоносовская, Елизаровская, это был всегда такой район трудящихся. Так и есть. И здесь, ну, я сюда приезжаешь, и здесь, ну, все, кто работал на заводах, они здесь для них строили, давали им квартиры, они здесь, в принципе, и жили. Тут, на самом деле, место мне что нравится, что метро в шаговой доступности. Это большой плюс. Елизаровская же, да, здесь? Ломоносовская. Все, извините, 10 минут пешком. Реально, это очень круто. Второй момент, общественный транспорт со всех сторон все это ездит. Большой парк, вот мы прямо сейчас его видим, где можно погулять. То есть, ну, здесь с детьми езди погулять, а ребенка покатать тоже есть где. Ну, еще дворы мы посмотрим. В первую очередь дворы шикарные были, мне очень понравилось. Плюс здесь есть карьер, где чайки-то красиво летают, вообще супер. Не знаю, вид, конечно, возможно, на любителя, но это просто обычно ты живешь в городе, и у тебя вот с высоты ты видишь весь город как на ладони. Для меня это классно. Да, да. А мы с вами в двухкомнатной квартире, обращаю внимание, что на большую ширину входной двери, как говорится, сюда пройдет и рояль, здесь, наверное, сантиметров, под 90 точный сантиметр. Стандартный глазок, как во всех комплексах, держится, кстати, крепко. Красиво смотрится вот эта панель. Раз замок. Так, два, получается, замок здесь можно закрыть, здесь закрыть. Ну, обычная китайская ручка, но, в общем, двери нормальные, хорошие, молодцы. Здесь нормально тоже сделана отделка, обои жильцы уже сказали, что окрашивали сами. А здесь, соответственно, шикарная высота в три метра, это, конечно, круто. Стандартные двери. Здесь темная отделка, ванна, кстати, небольшая, компактная, раковина, смеситель в дальнейшем поставят. А почему смесителя нет? Это вы демонтировали? Да, да. Вы демонтилили? Это временное состояние. То есть вы просто другой поставите? Я поставлю тот же самый, просто здесь, ну, нужно... А, я понял, я понял, нужно было. Смеситель, кстати, ну, если можно сразу комментарий, у меня большой плюс по... Вот, в сантехнике. Очень хорошего качества, да, и как бы... Ну, то есть менять смысл этого нет. Это плюс, менять смысла нет, да, это достаточно дорого в обычной жизни. Все, что поставил сюда застройщик, вся отделка, то есть это, ну, хорошего качества. Да, да. Ванну мы поменяли. Ванну мы поменяли, но это уже вкусовщина, потому что там ванна изначально стояла с какими-то вычурными выступами, уступами, в которых скапливалась бы грязь. И мы решили поставить ванну, ну, попроще. А принимали сами квартиру или с приемщиками? С кем мы? С авангардом или с эти просто... С приемщиками. С приемщиками. В общем, извините за невольную рекламу, с кем-то мы из этих двух фирм мы принимали. Хорошо, были какие-то критические недостатки? Из критических были небольшие перепады по полу, по промерзанию угла, углового. Промерзание застройщик устранил. Быстро устранил, да? Быстро. На самом деле быстро, но у них такая специфика, они предлагают акт подписать, и тогда мы сделаем вам быстро. А если не подпишете, то ждите до марта. Пик так же, кстати, говорит, но что-то там полгода уже стеклопакеты не может принести. Надо дать должное, достаточно быстро они устраняли недостатки, у нас были мелкие недочеты где-то по обоим, что еще в уборной, закрепление унитаза. Ну, то есть, в общем, из критичного, наверное, только промерзание угла и перепады уровня пола. И вот, кстати, по поводу приемщиков, приемщики тоже не всегда все находят, потому что вот мы поставили, получается, шкаф. И сейчас очевидно, что здесь угол оказался в прихожей не 90, а 91 градус. У нас стыки полтора сантиметра, которые уже фактически не исправить. И это получается, ну, кривизна стены изначально. Получается, что они плохо проверили геометрию. Соответственно, это дает потом погрешности при установке корпусной мебели. При приемке квартиры, даже если со специалистами прям ходить рядом и говорить, а углы вы проверили, а пол вы проверили, а теплый пол вы проверили. Итак, друзья, по поводу приемщиков. Вы должны понимать, что когда происходит сдача дома, начинает сразу выдавать ключи и приходит большое количество людей. У приемщиков зарплата сдельная. То есть, чем больше принял квартир, тем, соответственно, больше получил денег. И у него задача как можно быстрее принять вашу квартиру и, соответственно, пойти дальше. Если вам нужны хорошие приемщики, пишите в комментарии. Пул рекомендую. Из плюсов здесь сразу в ванной есть теплый пол от застройщика. Это здорово. Здесь очень круто вписали шкаф. Прямо вот сюда в угол. То есть, он не стесняет, когда ты заходишь в прихожую. Здесь, кстати, плитка от застройщика. Это очень хорошо. И, соответственно, сразу повесил сюда оперативные вещи, одежду. А сюда все остальное. Скажем, второй такой гостевой туалет с коммуникациями. Здесь был нюанс, что короб был достаточно большой. То есть, еще вот досюда. И, соответственно, собственники уже сами его чуть-чуть уменьшили. Почти в два раза. И получилось в небольшом санузле чуть больше места. Ну и, соответственно, у нас две комнаты с прекраснейшим видом на город. Это, конечно, на самом деле круто. Кстати, хорошая краска. Европовар Сема от Текурила. Ну, что касается вообще планировки. И что касается вообще проекта самой квартиры. Вот стандартная двухкомнатная квартира. Ну, как просто стандартная двухкомнатная квартира. Не самой большой площади. В принципе, спроектировано неплохо. И, наверное, можно сказать, что хорошо за счет того, что потолок достаточно высокий. Все это смотрится просторно. Высокая инсоляция за счет увеличенных окон. Окна большие. Большой плюс, да. Большой плюс, да. С этим все хорошо. Причем, кстати, на всех этажах это видно, что окна очень большие. Да. А на последнем вот еще больше получается за счет высокого потолка. А, то есть они по ширине одинаковые, по высоте получается? Они по высоте. Да, они по высоте выше. По высоте выше. Но есть некоторые нюансы, на которые хотелось бы обратить внимание, наверное, акцентировать. Ну, самый банальный, наверное, момент. Так, вот сейчас давайте сразу поправим меня, то, что мне показалось, что в прихожей плитка. Да, а я хотел сказать про пол. То есть пол сделан из ламината с фаской. Он выглядит очень неплохо. То есть на четных этажах он темный, на нечетных он светлый. То есть сеттл так делает, все хорошо. Но, наверное, повезло тем, у кого светлый ламинат. Потому что ламинат, к сожалению, достаточно низкого качества. И на нем остаются абсолютно все следы жизнедеятельности человека. Его можно посарапать просто ногти. А потому что темный цвет. На свет он было бы меньше. Да, но по-хорошему и темный цвет должен держаться чуть-чуть посильнее. А здесь вот просто подвинул что-то и остаются царапины. Ну, ламинат слабенький, к сожалению. Слушайте, я покупал тоже 30 какой-то суперкласс, водостойкий, бла-бла-бла. В общем, водостойкий он не водостойкий. Сложился домиком через 2-3 месяца. И мебель тоже двигали и процарапался так, что печалька. Ну да, но ламинат вообще материал спорный для многих. Но тем не менее, поскольку застройщик его использует в отделке квартир, то можно было бы, конечно, все-таки и чуть подороже его положить, чтобы он служил подольше. Это что касается материалов. То есть, все остальное как бы все хорошо. Кстати, хочу отметить особо потолок. Он бетонный, он отштукатурен, он идеально гладкий. Нигде никакой ни трещинки, ни неровности я не заметил. Это плюс. Смотрится, кстати, да. Смотрится хорошо. Что касается стен. По стенам здесь, к сожалению, есть моменты, которые касаются геометрии. То есть, где-то, например, угол не 90, а 91 градус. Соответственно, этот 91 градус при установке мебели дает щель от сантиметра до полутора, что не есть хорошо. Все остальное, это, наверное, уже такие совсем мелочи. Где-то уголок не доклеен, где-то обои чуть-чуть отошли. Но огромный комплекс, огромное количество отделки. Понятное дело, что это не индивидуальный ремонт с авторским надзором и так далее. Но есть один смешной момент, который бы хотелось тоже отметить. Это расположение инженерных коммуникаций. Сервисный люк. Вот мы заглядываем туда. И видим, что туда этих инженерных коммуникаций войдет еще примерно три по столько. Там жить можно. Зачем такое огромное пространство ставлено для трех труб, абсолютно непонятно. То есть, там дальше идет... А до куда идет это все? Вот это идет досюда где-то, вот эта камера. Потом начинается вентиляционная, видимо, шахта. Потому что, вот если наверх посмотреть, вот там как раз вывод. Там уже вот этот, кстати, вентилятор от застройщика тоже уже стоит. А может быть, они, кстати, стену и под вентканал делали, кстати. Да, но зачем такой огромный венткороб? Зачем такое огромное пространство для инженерки? То есть, скорее всего, можно было спроектировать... Могу ошибаться, я, конечно, не архитектор, строительный, да. Могу ошибаться, но, скорее всего, можно было подсократить объем вент шахт для того, чтобы здесь... Ну, как минимум, вот это вот, например, убрать. Да, вот мы поставили стандартную кухню. Ну, получается, да. И она здесь выходит на 10 сантиметров. Но эти 10 сантиметров можно было задвинуть туда. И было бы красиво. Обстановке квартиры при проектировании мебели здесь как-то приходится либо с чем-то соглашаться, как вот с этим выступающим шкафом, либо как-то что-то придумывать. А так, в принципе, претензий особых нет к самому застройщику в плане проекта. Ну, за исключением, например, пожарного выхода, который выходит не на улицу на первом этаже. А куда он выходит? А он выходит со второго этажа на стилобат. И вот здесь очень странно. Я, честно говоря, опять же не знаю, не в теме вот этих всех правил и процедур согласования с пожарными органами при проектировании. Включено ли это в главу госэкспертизу и так далее. Но представляем картину. Не знаю. Субботний вечер. Полный дом людей. И вдруг срабатывает, например, на нижних этажах реальная пожарная сигнализация. То есть, эвакуация, начался пожар, люди эвакуируются. Все переходят по уличному переходу на пожарную лестницу и, предположим, спускаются. И дальше они выходят все на стилобат. Стилобат, вот это вот... Ну, да-да-да, который на втором этаже. На втором этаже, я не знаю, как это. Там такая небольшая, неширокая дорожка, которая потом дальше уже ведет на стилобат остальных домов. И, собственно говоря, возникает вопрос. То есть, первое. Любой инцидент, любой пожар – это в том числе и потенциальная паника. Дети, мамы, молодые папы в субботнем своем состоянии. Что угодно. То есть, вот вся эта толпа, вывалив на стилобат, не дай бог, кто-то кого-то толкнет. То есть, это может закончиться натуральной трагедией. Потом не обязательно толкнуть, а может просто упасть. Можно просто упасть, да. А во-вторых, вот с этого стилобата спуска сразу же тоже нет. То есть, это означает, что люди должны как-то там пробежать какое-то расстояние и спуститься в другом месте. А если это зима, а если кто-то в одних тапочках. То есть, как бы все равно, вот сколько я домов видел, везде пожарный выход выходит рядом с дверью в парадную. Лично с моей человеческой точки зрения, как обывателя, да, как просто жильца этого дома, мне кажется, это небезопасно потенциально. Вот здесь большой вопрос. Ну и, собственно, сам вот этот проект, вот если смотреть на стрижи, там первая очередь, вторая очередь, они спроектированы в едином стиле. Но вот этот дом, свечка, 24 этажа, он несколько выделяется. То есть, такое ощущение, что его все-таки запроектировали чуть позже, подумав, ну почему бы и нет. Соответственно, логистически, инфраструктурно этот дом не обеспечен нормальными подъездами, о чем и говорилось раньше. Нормальным заходом в парадную, нормальным подъездом для разгружающихся машин. А этот подъезд нужен не только во время заселения. Вот все говорят, вот мы заселяемся, мы привозим. Окей, это обычная жизнь обычного дома, эти машины подъезжают всегда. Вот как должна подъехать скорая? Ну да, понятное дело, что машины экстренных служб подъедут абсолютно без всяких препятствий. И это понятно, но как людям разгружаться, какие-то тяжелые вещи. То есть, здесь получается единственный способ заехать с пешеходного перехода по тротуару, по которому ездить нельзя, а это нарушение, и начать разгружаться. Потому что рядом газон, который уже распахан автомобилями, и рядом георешетка, на которой машины ставить нельзя. Сейчас газона нет. А можно через второй этаж, например, заехать на Пандус? Нет, нет, никак нельзя, потому что на Стилобат заезжать запрещено. Интересный момент на втором этаже, непонятно из-за чего, то ли из-за того, что разный материал, такое ощущение, что она вылезла. Возможно, там делали ремонт, увидели, что-то не то, решили долбануться, и здесь штукатурчиком упала. Надо исправить. Вот, кстати, да, здесь надо было застройщику, когда спускаешься на второй этаж, повесить указатели, где, от чего выход. Ну вот наш знаменитый. Слушайте, ну здесь красиво, красиво. В принципе, во время пожара здесь можно даже собраться и весело проводить время. Шашлык пожарить. Да, тут стоят скамеечки. Слушайте, ну, блин, реально красота, мне нравится, мне нравится. Хорошо, да, красиво и все нормально. Про ограждение-то вы вот это говорили, да? Да, да, в первых стрижах мы, когда приходили, смотрим, там высокие, более безопасное ограждение. Здесь, получается, все, можно залезть и планировать. Ну, слушайте, ну, кто хочет прыгнуть вниз, он найдет, как сделать это. Вот здесь такое место, нехорошее, например, для ребенка, да? То есть вот наступил, наступил, наступил и пошел вниз. И побежал еще, можно тут бегать. Ну, если так думать, то надо везде колючую проволоку ставить, какие-то ограждения. Но при этом в первых стрижах, когда парящие дворы были сделаны, у них полностью было ограждение, соответственно, со всех сторон. Здесь видно, что сэкономили. А вот это куда выходит дорожка? А никуда, просто вокруг дома обошел, и все, это достаточно очень маленько. Вот эти угловые лоджии классные. Ага, двор, получается, вот он соседний. Да, да. То есть у вас в этом доме, получается, двора как такового нет? У нас нет двора. Мы не двора. Мы пошел гулять вот сюда. Соответственно, то, о чем мы говорили, что как попасть на пожарную лестницу или как попасть к нам на стилобат, это пройти через этот и еще дальше, еще один двор. Но, кстати, тоже, вот смотрите, вот здесь, например, вот внутри этой конструкции находится вентиляция дымоудаления. И обратите внимание, как делает крутой застройщик. Просто бывают такие проекты, они просто либо торчат, либо их закрывают так, что смотрится просто убого. Ну, здесь реально красота. Мне нравится. Дворы у Сетла симпатичные, это правда. Очень. Вот, не знаю, из того, что я у Сетла видел, вот он и панорама парк Сосновка, вот, наверное, самые красивые, офигенные дворы и сами, в принципе, здания, где все ровненько и красиво. То есть нет, знаете, такого отторжения. Вот мне бы сюда, я бы гордился бы привезти сюда друзей, чтобы они прошли через этот подъезд, потому что он реально крутой. Жильцы жалуются, что вечером очень слабое освещение, его в сравнении с первыми стрижами явно недостаточно. Во дворе, да? Да, во дворе, вокруг домов еще, то есть если на уровень ниже спуститься, что его явно не хватает, и в сравнении с первыми стрижами сильно меньше, что достаточно темно. И вот сейчас, когда лед, еще темно вечерами, что небезопасно еще. Ну, в случае чего, спускаться самостоятельно пешком на первый этаж. Да, а подошли вы к нам с вопросом, помогите мне отсюда выйти. Я бы, да, да, потому что я сама не понимаю, как мне попасть можно пешком на третий, на первый этаж, вот, чтобы выйти к автобусной остановке. Кошмар. Скорее всего, только на лифте. Ну, мы в соседнем корпусе, у нас только на лифте. Пойдемте мы у вас это выпустим. Очень приятно на лифте. Я на лифте тоже могу, только проживая на третьем этаже, лифт так запрограммирован, очевидно, что он третий этаж приезжает и едет на более высокие этажи. Я пыталась... Подожди, он на третьем не останавливается? Нет, он приезжает третий. Когда совсем пустой лифт, он останавливается на третьем. Вот мы первыми фактически заселились. Да-да-да, это вот я буквально на себе испытываю. Мы фактически первыми заселились, когда вообще никого не было в доме, мы ездили на лифте с третьего этажа, и такой задачи не было передо мной понять, а как еще можно отсюда вырваться. Как только дом стал заселяться, при этом он еще не полностью совершенно заселен, я уже утром не могу с лифта доехать до первого этажа. То есть он переполненный становится? Так он еще заселен процентов на 20, первое. Второе, хорошо, на лифте я не могу, я стала искать, как я могу спуститься пешком, я не могу выйти отсюда. Замуровали. При этом у нас есть недвижимость стрижи 2, там совершенно все логично. Там ты выходишь... Стрижи 1, наверное. Ой, стрижи 1, да-да-да, там ты выходишь на первый этаж. Я тоже такой задумался. А здесь спуститься вам со стилобата, то есть только пройти через ближайшую арку в соседний дом, и там еще через одну арку будет спуск вниз просто на улицу. Нет, мне хочется, конечно, задолстить и написать письмо. А за что так? Потом у нас совершенно порезан коридор, предбанник. Опять-таки стрижи 2, ты заходишь в предбанник, там стоит стол, два кресла, и родители пожилые были очень совершенно счастливы, что они могут сесть, посидеть, подождать такси. Здесь вот ты просто заходишь, и там никаких пресел, места нет. А то есть у вас другой подъезд? Ты покупал здесь жилье, предполагая определенный уровень комфорта, потому что жилье далеко не дешевое, совсем не дешевое. Это правда. А ты этого уровня комфорта не получил. И у меня, конечно, твоя прибрежная среда, подъезд, и что в подъезде, но это тоже влияет. Конечно, и двор, и все остальное. Или не хочешь ты жить ЖИКом. Если ты покупаешь дреной подъезд в старом городе, но ты понимаешь, что ты покупаешь. И где ты покупаешь, какая у тебя точка локации. Здесь ты покупал определенный уровень комфорта. Но не получилось. Очень жаль. У нас с тем домом там нет просто асфальта. Его нет. Там какая-то техническая остановка или, не знаю, при этом машины все равно стоят. И мы покупали в Стрижи-2, живя в Стрижи-1, предполагая, что мы будем ходить друг к другу. Ну а зачем? И ты не можешь пройти там сейчас грязь. То есть нет возднового проезда? Проезда нет. И перегородили. И там другой ЖИК, они не могут договориться друг с другом. Там грязная, там не убирается. Прохода нет. В общем, ну, это опять-таки про уровень комфорта, который ты получил. Так у вас все мусором дела обстоят. И при этом отвратительно. И при этом позиционировали как, что это единый комплекс будет, когда нам продавали жилье. То есть рассказываешь о единый комплекс, что первое, что вторая очередь. Да, и картинки действительно, они соответствуют, что единый комплекс. И на картинках ты только видел разницу в том, что у тебя малиновые вставки появились, в отличие от ЖИК Стрижи-1. Ну, в общем, разочарованы, мягко говоря. Вот вопрос по мусору. У вас тоже набирается к вечеру очень много этого мусора? При этом у нас заселенность еще, вы же понимаете, процентов 10. Ну да. Да, да, да. Общая проблема. Но это проблема и с Трижи-1 при более плотной заселенности. Тут проект там отвратительный, совершенно мусорные камеры. Как они рассчитали расход мусора? Тоже очень маленький. Очень маленький, но точно такой же, как здесь, вот небольшая комнатка, и там стоят две тележечки, и эти две тележечки, конечно... Ну, набиваются, понятно, очень быстро. Да, при этом ЖИК новый, при этом СПРАТ уже стоит, и антисанитария уже присутствует, и что будет через какое-то время, ну, что мы тут получим, это еще тот вопрос. Это интересный вопрос к архитекторам. Понятно, что застройщик экономит каждую копеечку, чтобы она шла на благо там чего-то хорошего. Но как шел расчет расходов мусора, который вот потребляет... У нас ровно такие же вопросы. Такой же, да, такой же вопрос. У нас же все рассчитывается, и мы же живые люди, мы не можем питаться одной резинкой, у нас естественный... Так там не только кроме бытовых отходов, там же строительный мусор, коробки какие-то, упаковки, пакеты. Тут, конечно, вопрос к жильцам, потому что нам поставили большой бак и сделали даже загородительную систему, куда именно строительный мусор относить. Тут я совершенно согласна, это вопрос как раз не сейчас к управляющей компании, она продумала этот вопрос. И в то же время вот от нашего корпуса, например, расстояние порядка 400 с лишним метров. О, 3G1 решили вопрос в свое время, два года назад, намного проще. Они мусорные большие баки поставили, ну, на расстоянии, там, я не знаю, 30 метров. Он тут стоял, там, у входа стоял. Это уже выход. Это уже выход. Человек покупает мебель, он большой, крупногабаритный мусор, он просто идет и выбрасывает. Но то, что мусорные камеры сразу не стали справляться, и они сейчас еще больше не справляются, и там затхлости. Это вот нас ждет в этом. Тут важно отметить, что у 3G1 другая управляющая компания, галерея услуг. Ох ты как! Да, и по ней существенно лучшие отзывы. Я не знаю, правда это или нет, но говорят, что когда галерея услуг принимала объект у Сеттла, принимали они, видимо, очень тщательно. И от их услуг отказались. И теперь у нас УК-пульс, соответственно, с совершенно другими тарифами. За двухкомнатную квартиру, например, мы еще не живем без расходов, без всего, без электричества, без воды у нас выходит уже порядка 8 тысяч рублей. Да. Из них, например, ОДН до полутора тысяч рублей, отопление только пункт, я уже не говорю, там множество других пунктов про содержание мопов и общедомового имущества. Соответственно, когда мы заселимся и будем жить, то я так полагаю, что это будет за маленькую двушку 10 тысяч рублей, скорее всего. Тем больше даже, наверное. Да. И поэтому есть некоторая разница в качестве содержания обслуживания территории и, возможно, в том, что нет единых проходов, то, о чем сейчас говорили. Единых проходов нет, да. Но их одни было по проекту, я пыталась оттуда выйти, там технические выходы и прохода нет. То есть мне нужно в какой-то подъезд сейчас заходить. Но хорошо, пока ключ открывает все двери, я попробовала. Но это же не выход из ситуации, согласитесь. Есть мамочки с колясками. Это усложнено очень сильно, да. Ну, конечно, да. Просто не каждый день ты встретишь человека, который живет в комплексе и говорит, как ее помогите мне отсюда выйти. Как отсюда выйти, да. Вопрос даже сейчас не к управляющим, а к управляющим по тарифам. Я тоже удивлена, имея в стрижах один студию и вот тут у нас однушка, тут тарифы совсем другие, цены совсем другие. К сеттелу вопрос, к сеттелу вопрос, что вы построили? И при этом, когда ты смотрел квартиру при покупке, мы уже не на уровне козлованной покупали, а покупали, ну вот когда оно стояло, вот как-то вот. Мы, но еще шли строительные работы, и, конечно, нас водили вот к постройке, и ты не мог понять, с чем это тебе обернется, что у тебя не будет нормального подъезда. Ты еще тогда этого... А можно ваш подъезд посмотреть? Покажете? Пойдемте. Вот, мы должны сесть на лифт, потому что выхода пешеходного на первый этаж нет. Мы должны сесть на лифт, то есть я его не нашла. И когда я вас увидела и стала кричать, как оттуда выйти, я его не нашла. Холл, кресло, цветок, ну цветок поморозился. Ну вот я сейчас снимал тоже, да, там большой хуй, я просто смотрю, блин, сразу я, знаете, у меня в голове мысли позвать сюда друзей, чтобы просто похвастаться, как у меня круто, что там можно посидеть, еще какие-то деревья поставили, было бы круто. Посидеть, подождать такси, который сюда подъедет, а не туда, куда я могу спуститься с третьего этажа. Но, в общем, такое состояние, как, знаете, вот ребенку обещали игрушку, а я ждал-ждал, ждал-ждал, а игрушка не соответствовала, да. Вот как раз, друзья, этот подъезд, ну после первого подъезда, который мы видели с вами, конечно, грусть и печаль, он очень маленький, никаких кресел нет, и мне понятно, жильцов, которым показывали большой, красивый, соответственно, холл, а в итоге получается, что вот он вот такой маленький. Сейчас мы, кстати, с вами проверим. Так, вот здесь есть квартира, но вот понятно, да, сюда лифт никак не приезжает, потому что здесь кроме квартир ничего нет, и получается, что вот вы живете там, не знаю, какой это первый, второй этаж, как это правильно считается, застройщика, и вам нужно подниматься по ступеням. Это проблем нет, но если, конечно, у вас есть дети или пожилые люди, у которых проблемы с ногами, конечно же, здесь с этим возникнут вопросы. Напомню, что мы еще во второй очереди. Здесь аналогично есть, открыто, колясочная. Здесь колясочная сразу меньше, строители забыли свой уровень. Здесь тепло, видны следы протечки, вот они вот здесь. Так, пуи. Тоже все в одной стилистике сделано. Ну, вот, конечно, клапан смотрится в открытом, ну, такой. Во-первых, он должен быть не открытый, он должен быть закрытый. То есть, видно, его проверяли, но забыли поставить на место. Это сразу недостаток, нужно уже обращаться по гарантии, либо в МЧС писать. МЧС им быстро поможет это все сделать. Здесь из плюсов, конечно, это ограждающая конструкция. Ой, ограждающая конструкция поручень, он из нержавейки смоется классно, но вот пыли бы, конечно, не мешало бы протирать его, потому что вот руки все в пыли, к сожалению. Забрало, смонтировано хорошо. Ну, сейчас с вами вызовем лифт, поедем на самый последний этаж. Грузо-пассажирский лифт, поднимаемся, друзья, на последний этаж, и здесь все как в строительном вагончике. Есть камера, ОСБ, могли бы окрасить, баннеры. Вот знаете, я помню, снимал, когда про жилой комплекс Симпол, так у этого жилого комплекса Симпола в лифтах была офигенная антивандальная отделка. И вот такую же отделку могут делать все остальные застройщики. Но они экономят и почему-то ее не делают. А едем мы вот в таком строительном вагончике. Кстати, лифт еще вот так подколбашивать немножко нужно настраивать. 17-й этаж. Ну, тоже, да, строители выбрасывают мусор. Понятно, что не застройщик. После там отремонтов еще что-то может быть, кстати, застройщики. Я вижу там ламинат. А нет, таркет. Скорее всего, перекладывали. Ну, вот надо все это выносить, потому что вот белые стены потом могут поцарапать, испачкать будет не очень. Здесь, кстати, отделка уже совсем другая. То есть, вроде они сделали карту, но... Слушайте. Слышите? С нее вот сыпется качество, конечно, на высоте. Красили здесь немножечко, подкрасили. Блин, ну вот здесь совсем другой вид. Я не понимаю, почему так в том подъезде все так круто, а здесь как-то вот... Такой, знаете, недоделанный вид. Но зато здесь аналогично. Серый цвет, серебристый, без указателей этажности. И вот с такими огромнейшими замками. Уж точно, чтобы никто не открыл, не дай бог, туда не зашел. Межквартирный коридор. Из плюсов сразу видим, где какие квартиры находятся налево-направо. А здесь уже, кстати, отделка другая. Обратите внимание. То есть, знаете, вот там такое ощущение, что валиком прошлись. Не прижали как следует, а вот здесь нормально. Здесь уже смыться по-другому. Тепло, хорошо, ограничители. Те же стандартные двери. Те же, соответственно, тот же, соответственно, потолок. Тоже освещение. Ну-ка, открыто здесь или нет. Хочется коллекторную посмотреть. Так, закрыто. Дверь такая немножечко кривоватая. И еще одна есть у нас коллекторная. Давайте посмотрим. Может быть, увидим, что внутри. Хочется посмотреть. Так, закрыто. И по квартирам раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять здесь. И вот здесь уголок. Здесь, наверное, одиннадцатая. Да, одиннадцатая квартира. Одиннадцать квартир в коридоре. Вот знаете, вот я на него смотрю, и на мой вкус, взгляд, он пустоват. Чего-то не хватает. Возможно, если бы цвет стен был бы немножечко другой, либо какие-то декоративные элементы были у входных дверей в квартиры, то, возможно, смотрелось бы по-другому. Вот здесь демонтировали плитку. Видим, что завод воды получается сверху. Видим, что электрика вся проходит в гофре. Бетон, кстати, хороший. Красивенький, серенький. Давайте с вами, друзья, выйдем на переходной балкон. Так, вот здесь уже, кстати, открыто. Поэтому можем открыть и посмотреть. Вот кто-то... Да, все вниз бросил. Да, вот, конечно, помещение. Смотрите сами, какое оно здоровенное просто. Я вот... То ли это сделано, знаете, специально для того, чтобы, возможно, не было никаких вот таких ниш, чтобы это было все ровно. Возможно, они для этого так сделали. Но, конечно, поражает, что такая глубина, что столько места пропадает. Мне, например, места жалко. Не будем открывать. Ну и, конечно, вот это. Оцените вот сами по пятибалльной шкале внешний вид. Вот этого и, соответственно, вот этого. Да, вот как вот это смотрится приятно. В отличие от вот этого. Как говорят, проектом не предусмотрено. А надо было предусмотреть. Выход к лифтам. Ну, вот так тоже... Значок такой прикольный. Знаете, такое ощущение, что их повесили. Или вешать собирают. Напомню, мы на 17 этаже. Это последний этаж. Во вторую очередь этого корпуса выходим. Переходной балкон. Здесь чуть ниже. И, кстати, вид уже совсем, друзья, другой. Да, когда на высоте живешь, конечно, намного-намного по мне приятнее. Намного. Но тут, видим, тоже кто-то оставил. Либо строители застройщика, либо, соответственно, жильцы кто делал. Ну, блин, за собой, конечно, надо убирать. Ну, вот, кстати, вот, знаете, ничего не хочу, там, сказать, плохого. Но, смотрите, тут ровненько расстояние. Здесь одинаковое. Тут вроде как тоже. Ну, да, вот, видите, даже вот здесь наверху смогли. То есть, ну, вот, фасад сделали красиво. И здесь, кстати, тоже ровно. Расстояние, конечно, очень большое получается. Вот эти отверстия большие. Но, возможно, кстати, это и хорошо, что проще и лучше будет выходить пара и конденсат. Лестничный марш. Ограждающая конструкция здесь просто обычная. Держится очень крепко, очень. Линолеум пока не от всех. Здесь, видите, вот подрезали тоже его немножко. Здесь что-то наляпали какой-то грязью, да? Или это протечки были? Мне похоже, что-то они здесь устраняли. Здесь, соответственно, забыли лючок поставить. Значок для инвалидов что-то как-то по мне уж очень высоко установлен. Это странно. Тут хоть закрыто. Молодцы. А здесь обратите внимание, такое ноу-хау. То есть, они сломили, они сняли защитную пленочку, и она решила сняться сама. Прикольно висит. По-новогоднему. Новый дом. Не так давно сдали. Обратите внимание, большое количество различного мусора. Почему жильцы за собой не убирают, честно говоря, непонятно. С вами здесь внизу видим приямок. Здесь сухо. Не считая мусора. Понятно, что мусор не от застройщика, а от телевизора. Здесь мы видим что? Мы видим нормальную сетку, мы видим воду. На стяжке не видно влаги, потому что она, соответственно, выходит туда. Молодцы. Видим дверь. Здесь написано ТП. Но временную вывеску могли бы, конечно, снять. Обращаю внимание на стенку из кирпича. Ну, блин, реально круто смотрится. Ровненько, красивенько. Продухи сделаны. Молодцы. Вот даже несмотря на то, что здесь узко, вот плитка есть. Блин, вот реально, вот молодцы, вот знаете, могут сделать. Когда захотят. Здесь большое количество мы видим автомобилей припаркованных. Мы видим брусчатку, мы видим набивное покрытие, мы видим стоянку под велотранспорт. Уже стандартные значки, я помню, видел такие в солнечном городе от застройщика. Ну, по мне, как-то это уныло смотрится, наверное, так. Класс ингроэффективности почему-то D. Не знаю почему, что уж они там такое сделали, что такое низкое. Вот видите, смотрите. Здесь мы видим, как протоптали газон. Почему? Потому что людям так удобно ходить. И по-нормальному здесь надо было сделать брусчаточку, проложить прямо вот туда, чтобы было удобно. Нормальный знак, где парковка для автомобилей. Ну, вот есть водитель из ДНР, который вот так на углу оставил свой автомобиль. Ему, похоже, его не жалко. Уже бояться нечего. Если здесь так же, как и в других проектах от застройщика, то вот здесь проходит греющий кабель. И, соответственно, когда холодно, то он подогревает, чтобы не было скользко. И даже, по идее, где-то должен быть датчик. Либо снаружи, либо, соответственно, внутри. Я пока не вижу. Куда-то они спрятали этот датчик. Тут тот аппалеты хранит. Ну, вот видите, тоже. Вот грузовик сюда подъехал. Прямо видно, что-то разгружать. И вот по зеленой зоне. Здесь, правда, травы, похоже, вообще не было. Но, блин, обидно. Зачем взяли, все испортили. Теперь, соответственно, жильцам нужно скидываться, чтобы, соответственно, управляющая компания вот это все привела в надлежащий вид. Зачем ездить по газонам, ну, честно, непонятно. Да, что-то у меня ощущение, что они вот сюда подъезжали к четвертому подъезду, похоже. Потому что здесь тоже следы. Блин, зачем так делать? Вход в паркинг. По мне, вот это такое специфическое решение от застройщика, потому что вот здесь может сюда зайти кто угодно. Это, получается, не двор, а с улицы прошли и, например, в туалет сходить. Здесь мы видим аналогичную систему допуска. Смотрится красиво, современно. Что-то здесь клеили, не доклеили, надо было счистить. Ну, а так, в принципе, здорово смотрится кирпич, здорово смотрится вот эта плитка. Расстояние только вот что большое. Ну, вот здесь, например, есть какой-то маленький такой огрех. Но, в принципе, по сравнению с тем, что делают все остальные, это достаточно все неплохо. Заходим. Здесь у нас в тамбуре есть более низкое место, куда встал коврик. Это здорово, всегда можно вытереть ноги. Грязь вся уйдет туда. Это вот у нас четвертый подъезд. Заходим за тамбуром. Обратите внимание, два кресла, журнальный столик. Ну, реально круто. Реально дорого, хорошо, красиво смотрится. Классное освещение. Логотип застройщика, чтобы вы не забывали, где, соответственно, живете. И проход дальше идет в лифтовой холл. Обратите внимание, как здесь тоже классно все сделано. В отличие от предыдущего подъезда, где все более маленькое. И там нет таких красивых кресел. Аналогичные почтовые ящики. Классно сделано, что мне нравится. Вот видите, белые ламылии с черными. Сочетается красиво. Лифт и отис. Та же нумерация этажности до 14 этажа. И, соответственно, где, какая находится квартира. И везде, вот, слушайте, ну, красиво. Красота, красота. Молодцы, ничего не могу сказать. 14 этаж. Здесь все аналогично. Большая цифра. Ну, а, кстати, сразу нормальная отделка. То есть, нормально смогли прижать валиком. Все хорошо. Здесь мы также, что мне нравится, через стекло сразу видим, куда нам идти, налево или направо, если вы идете в гости. Видим аналогичные супер замки. Ну, квартирами там в коридоре смотреть нечего. Давайте выйдем на переходной балкон и посмотрим с высоты. Итак, вначале делаем вот так. Держится крепко. Здесь видим двор первой очереди. Вот он дальше. Смотрится красиво. Здесь очень сблизи, получается, мы видим соседний дом. Мы видим кровлю, на которой все хорошо и в порядке. Нигде не видно, чтобы там валялось огромное количество мусора, как это периодически бывает. С высоты видим двор. Двор смотрится классно, красиво. Обратите внимание, как все достаточно здесь круто. И отсюда, вот сейчас, правда, конечно, солнышко. Но, получается, вот впереди мы как раз видим карьер. И до него можно дойти пешком. Здесь достаточно все близко. Там прогулочные зоны, есть такие, как пирсики. Это можно назвать. Там большое количество чая, конечно, здорово. Во-первых, это и вода. Это свежесть, особенно обещает. Вот это лето очень жарко. Если оно такое будет, то там, конечно, будет большое количество людей. Ну и обратите внимание на сам проект, на сам фасад. По мне смотрится реально очень классно. То есть Сэтл здесь постарался на славу. Так, а здесь у нас роллставни открыты. Ну-ка, здесь работает, нет? О, тут открыто. Прикольно все. Ну, соответственно, друзья, это паркинг на первом уровне, то есть на уровне земли. Соответственно, здесь понятно, что протекать-то и, в принципе, нечему. Потому что в уровень земли этот паркинг большой, красивый, нормально, чисто. Вот здесь при заезде-выезде специальная находится канавка, куда должен уходить песок. А вот здесь как раз, скорее всего, оборудование где-то все перерабатывается. И потом управляющая компания должна будет чистить. Соответственно, тепловые завесы стоят, чтобы теплый воздух был. И нормально здесь заезд-выезд, нормальный радиус разворота. То есть вполне себе все сделано адекватно. Есть система пожаротушения. Вот сплинкеры, они в самый верх стоят. То есть можно спокойно даже на высокой машине заезжать. Вот такие, кстати, места, я считаю, просто супер. Потому что вот у тебя припарковалась машина, ставишь себе сеточку. И, соответственно, там можно еще что-то хранить. Хороший большой паркинг. Здесь мы с вами видим большие высокие деревья. Все тоже в хвойной коре. Есть места, где посидеть, покачаться на качельках. Спортивная площадка. За всем этим богатством мы видим детский садик. Смотрится тоже классно. Все в такой, скажем, единой концепции сделано. Красиво, молодцы, мне нравится. Пожалуй, Сеттла – это один из немногих жилых комплексов, который мне понравился. А что же хранят в подвале? Ну, а что у нас тут? Газовые баллоны, ванны, мебель. Большое количество строительного материала. А сколько много ништяков-то? И даже вон-то местечко есть, где посидеть для сотрудников. Еще один приямок с техническим помещением. Ну, вот видите, тоже вот здесь уклонка сделана не очень хорошо, потому что видно вот здесь следы влаги. Соответственно, такое ощущение, что они уходят туда к двери. И вот здесь, обращаю внимание, смотрите, вот они нормально сделали сетку. Знаете, вот как дома-то делаешь. Вот она классика, красота. Спускаемся сюда. Здесь мы видим, что стяжка, она просто вся мокрая. Вот она темного-темного цвета. Вот это самое низкое место, куда должна попадать влага. Ну, здесь, получается, они сварили квадрат, наварили арматуру. Ну, там виднеется вода. Ну, конечно, надо чистить. А стяжка уже частично разрушена. Ну, вот да, вот видно, что здесь расстояние меньше, здесь больше. Соответственно, уклон почему-то вот. Вот и вода поэтому здесь и стоит. А так бы она вот сюда бы уходила бы. Не понятно только, куда, конечно, утекает. И обращаю внимание на ступень. Вот просто бетон окрасили. Ну, то смотрится уже лучше. Обратите внимание, как просто летит пыль. Почему она летит? А потому что здесь все в песке, и никто почему-то до сих пор его не убрал. Вот, видите. Не знаю, кто здесь должен убирать. Управляющая компания, либо, соответственно, застройщик. Технические характеристики и особенности комплекса я рассказал в своем предыдущем видео. Ссылку на него оставлю в описании к этому ролику. Друзья, рад был вас их видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк. Подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok